Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих, и жизнеподателю приди вселительны, и очистены от всяких скверных, и спаси, блажен души наши. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, недопустимым уклонением ни направо, ни налево от истины, пребудь с нами в этот день, сохрани нас любви, согласия и единомыслия по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 февраля 2019 год, мы продолжаем исследовать пособия по изучению Евангелия от Марка. На прошлом занятии мы остановились на искушении Христа. Мы сегодня будем продолжать эту же тему. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, встаньте, припаясь в чресло ваше истинное, и облекитесь в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы мукового. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божие. Римлянам 8 глава, 37 стих. Но все сию преодолеваем силою возлюбившего нас. Кто сам не побеждает в искушениях, кто-то другим не может помочь. Тонкость этих искушений. Прилещение было не к явному или грубому греху. К чему, собственно, клонились все три искушения? Вопрос. Ну, давайте вспоминать, пожалуйста, что это были. К чему они, собственно, все три эти искушения Христа в пустыне клонились? К чему? Пожалуйста. Слушаю. Ну, Вячеслав, давай. Качев. Да, Чревоугодие, Тщеславие и Гордыня. Ну, что это? Как к общему названию? Ну, как? Пусть Хамник Си сделает со хлебами, говорит. То есть, там излишество. Не один хлеб, а чтобы много присущения, чтобы было. Вот. Дальше поклонись все царства, все царство, землю принадлежит мне. Вот я кому хочу, даю ее, говорит. Ну, что объединяет все эти три искушения? Понятно, что это. Как они одним общим словом называются? То есть, вопрос. К чему, собственно, клонились все три? К чему сатана добивался от Христа? Поклонению сатане. Да уж, ну, как это? Чтобы он отказался от своей миссии, которая ему дана от Бога Отца. И поклонился самому дьяволу. Продолжение следует... Сергей Павлович, к рабству клонились. Сергей, микрофон у вас выключился, что ли? Ага, не слышно. Ну, а может быть он искушал его, если ты сын Божий? Он все время говорил, если ты сын Божий, сделай то, сделай это. Может быть, искушение касалось и этого тоже, что он хотел испытать. Неужели сын Божий? Сатане это сердце не видно. Он не знал, что он Бога-человек. Бог, что Бог. Бог и человек. Вот. И хотел сделать его рабом своим. К чудесам, может быть, клонились все вот эти предложения. Чудо и авторитет, да. Ну, вот я думаю, что одним словом он же от нас ждет, Сергея Павловича. Думаю, что к рабству, конечно. Ну, не знаю, как правильно, неправильно. Чудо и авторитет, да, это одно из этих трех искушений. Будучи сам рабом Клини, он хотел сделать его рабом своим. Да, я так тоже больше склоняюсь на это. К тому, чему поклоняется сейчас весь мир. Хлебо и зрелищ, да? Они считаются в себя свободными, но они на самом деле рабы к Лене. Ведущего же никто не слышит, да? Микрофон у Сергея выключился. Да, наверное, чего-то с ним. Ну, он вроде в беседе, вот. Сергей Павлович, занятый. Меня слышно? Сейчас слышно. Да, а то я до этого кричу, кричу, вы меня не слышите. Так, что-то, да, неповадки какие-то. Значит, еще раз я повторяю вопрос, к чему клонились все три искушения. То есть, были версии, там, крабству, крабству чего? Сатане, поклонение сатане. Через что мы поклоняемся сатане? Действия какие мы совершаем, чтобы ему поклониться? Как это одним словом называется? Грешим. Грешим. Правильно. Читай о Римлянам 6.16. Ольга Симоненко, ты видишь текст? Да, да. Читай. Неужели вы не знаете? Что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Вот он и ответ. К чему, собственно, клонились все три искушения? К тому, чтобы склонить Христа на что? На грех. И три греха предоставлялись. То есть, а он всегда отвечал ему писанием. Не хлебом одним человек, но всяким словом, исходящим из зуба Божия. То есть, он остался верным Богу. Что такое искушение? Это искушение, это испытание на прочность веры. И сатана постоянно, он и в раю подошел испытать прочность веры Евы сначала, потом и Адама. То есть, у них завет был со всех плодов ешьте, а с этого не ешьте. И они должны были показать этим самым, не ев этот запретный блог, свою верность Богу. съели плод, согрешили. То есть, грех это вот именно, они впали в искушение, то есть, не выдержали это испытание. Дьявол подошел по попущению Божьей, стал их испытывать на прочность веры. А они не прошли это испытание. И сейчас вот мы проходим вот как, чтобы нам вернуться в это райское состояние, Христос своим примером показывает, как это нужно сделать. И вот дальше, 2 Петра 2,19. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. То есть, кто обещает им свободу? Ну, учителя, лжеучителя. То есть, они сами рабы тления. Помните, Христос говорил, то, что они говорят, делайте, фарисеи. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, учат все правильно, что десятину надо платить, что там воровать плохо. По делам же их не поступать, потому что они говорят, но не делают. Видите? Понимаете? Не делают. И на прошлом занятии тоже мы разбирали, как рождается этот грех. Сначала он рождается в мыслях. И мы должны научиться, будучи христианами, контролировать свои греховные мысли. Пришла мысль сделать грех, взять чужое, отнять чужую жену, или там еще что-то. Сразу, Господи, прости, помилуй. Подумал там, все. И грех этот еще в зародыши, но его уже сделали неспособным на деле этот грех сделать. Вот следующий вопрос предлагается. Какой момент искуситель избрал для нападения? Давайте, желающие, высказываем. Когда он залкал? Когда он залкал? Когда один был в пустыне. После крещения. После крещения, да. Ну вот. Вот. Ну и дальше приводится Лука 4.2. Там 40 дней он был ускушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок в залкал. Ну, я поначалу-то не верил. Как так человек может 40 дней без еды? Некоторые, тут написано, не ел. Некоторые считают, что и не пил. То есть, настоящий пост, это без воды и без питья. Вот. Я пробовал на себе три с половиной дня без воды и питья. Ну, тяжеловато, так скажу. А чтобы 40, и я верю, конечно, что есть и люди такие, и святые, и Христос это делал. И тут, главное, по прошествии их, по прошествии 40, напоследок залкал. То есть, 20 дней он вообще есть не хотел, что ли? Как бы, даже удивительно. И потом, когда он желал есть, очень сильно, то есть, это как бы сатане на руку было. Человек, когда голодный, он, любой грех его легко как бы соблазнить. Курочкой поманул его, и он за курочку все продаст и флаг, и родину, как говорят. А Христос нам показывает, даже будучи голоден, он не стал делать хлебы. Много хлебов. То есть, это вот чревогодие. Достаточно одного было, одну булку сделать и наесть. А зачем много? Даже есть такое, из тюрьмы, если человек забежал, слышал такой рассказ, и долго-долго бежал, и не ел, и потом, когда он добирается до пищи по прошествии, например, трое суток он не ел, или пять суток, если он не одну булку съест, а две за раз, то он умрет. Организм не выдерживает. И из поста тоже, если человек постится, ни в коем случае после поста нельзя переедать, будет очень болезненное состояние. Из поста выходить нужно очень-очень мягко, медленно. Вот. И следующий вопрос. Какое предостережение для нас в этом? То есть, вот вы именно вот в этих моментах. Что нам, значит, нужно? Христос нас как учил? Так, ну вот здесь такой, Сатана его искушал сорок дней, но подступиться смог только, когда Иисус залкал. Ну, на каком основании, тоже непонятно. Сорок дней он искушал его, но нам-то беседа показана, я так думаю, что вот... В момент, когда он был ослаблен физически. Да. Вот. И вот в церкви православной пост дан для чего? Когда тело ослаблено, оно не так склонно к греху. это один монарх тоже попал какой-то рассказ пост, тут неплохо бы, конечно, водички попить, а лучше бы, конечно, бульончику, чтобы в этой бульончике была бы сварена курочка. Да неплохо было бы и курочку, тоже бы, конечно. Ну, а курочку бы венца, ну, а когда венца выпьешь, уже неплохо было бы женщину пригласить. И вот сатана наворачивает, наворачивает, наворачивает и до смертного греха заводит. А женщина это замужем, а как бы ее мужа убить и пошло, 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 поехало. А все началось с желанием водиться, напиться. И потом человек не, чтобы остановить себя в этих мыслях, то есть воздержание, невоздержанный человек, пост это тренировка, то есть, когда тело ослаблено, оно ему уже не до греха. Значит, надо свои мысли держать в чистоте. Вот. Ну и давайте разберем, какое предостережение для нас в этом. Нужно ли так же, как Христос, уединяться, искать этих искушений? Или для чего? Какое предостережение для нас в этом? То есть, надо ли нам тоже 40 дней, как он, поститься? кто может ответить? Святые говорят, что главное это рассуждение, кто сколько понесет. И здесь нам Господь показывает, что после крещения будут обязательно искушения, испытания. Но особенно, конечно же, в первую очередь от родных и близких неверующих, как у меня был, от мужа, от детей. Вот, то есть, близкие будут начать вас искушать, то есть, испытывать вашу веру на прочность, будут вас сбивать с истинного христианского пути, следования его учению в рай. То есть, они будут вас просто-напросто толкать на грех и говорить, не верьте, так же, как сатана пришел к Еве, не верь, что ты смертью умрешь, вы будете как боги. И вот у Евы все нибнут головой, она начала себе, да, я буду богиней, и Адам у меня будет на посылках, как в той сказке про рыбака и рыбку. И чем все кончилось, осталось она у разбитого корыта. Теперь будешь рождать в муках, будешь иметь увлечение к мужу, а он будет господствовать над тобой. Вот ты хотела, она дадам господствовать. Она подумала, тут съем, стану, как я сатана дописал, будете как боги. Она съела и увидела, что никакое она не боги. Что она увидела первым делом? То, что они ноги, они увидели. Стыдно им стало. Хотя до этого ходили, ничего не стыдились почему-то. Очередной вопрос. Как Христос? Так, на этот вопрос-то какое предостережение для нас в этом? В том, что с крещением торопиться не нужно, веру нужно укреплять. Как ее укреплять? Чтением Слова Божия, толкованием Святых Отцов, Блаженный Филак, чтобы мы в истине эту веру знали, чтобы мы могли противостать вот этим нападкам близких. На самом деле это через них действует Сатана, испытывая нашу веру на прочность. И я, когда к крещению готовился, мне тоже было такое предостережение, что может быть тебе не стоит торопиться. И сам я внутренне понимал, что я еще не готов. И были после крещения тоже испытания, очень сильные. У многих они были, поэтому я всем советую с крещением не торопиться. Святые отцы советуют катехизации от 3 до 5 лет укрепляется вере. Когда человек крепок вере, тогда не так его сильно уже сломить. Следующий вопрос. Каким путем он отразил его? Пожалуйста, отвечайте. А предыдущие пропустили, как Христос отнесся к искушению. Да. Вот отвечай, Олюшка. Как отнесся к искушению? Во-первых, спокойно и отражал достойно и Словом Божьим из Ветхого Завета. Написано. Так. Написано. И нам нужно тоже, чтобы нам не говорили, мы на все должны быть готовы ответить. Так. Написано. А чтобы так уметь отвечать, нужно знать, что написано. И не просто знать, где написано, но знать смысл написанного самое главное. так. Сергей, можно? Да. Вот почему-то все сводятся к тому, что крещеным, крещеным. А для нас это нельзя, что ли? Мне кажется, и для нас вопросы. Ты имела в виду по словам крещеным, готовящимся к крещению, что ли? Ну, да. Ну, мы-то сейчас разбираем, что сатана напала на Христа сразу после крещения. После крещения. Мы на этом акцентируем, значит, внимание, что и на нас крещеных тоже, конечно, испытывает. и Господь нам оставил молитву отче нашей, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукава. То есть, мы молим, чтобы лишний раз Господь нашу веру не испытывал, хватит ли у нас сил пройти эти испытания. Хотя, Господь и обещает не посылать эти испытания свыше наших сил, потом даст и облегчение, и силу устоять. Но, при условии, что если мы будем просить у Бога помощи, сами мы не сможем противостоять нападкам дьявола без помощи Божьей, потому что, ну, грехопадение было, и наша человеческая немощь склонна к греху, к сожалению. То есть, как Христос отнесся к искушению, понятно, значит, и нам нужно также не паниковать, понимать, что это искушение, испытание нашей веры, быть к этим испытаниям и готовыми знать и верить, что Господь нам в этих испытаниях поможет, Он не желает смерти грешника, но желает, чтобы все покаялись. Если поддались, не дай Бог, какому-то искушению, ну, Господь, зная нашу склонность эту ко греху, дает нам возможность в таинстве покаяния вновь отряхнуться, очиститься от греха и вновь с новыми силами следовать за Христом, уже больше не повторяя этот грех. Значит, каким путем Он отразил его? Разобрали, значит, Писанием, написано, написано, написано. Как нам поступать в подобных случаях? Ну, если мы христиане, то мы должны поступать так же, как наш учитель, я считаю. Ну, дальше мы будем читать ответ. Первое Петра 5, 9. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. И вот здесь нам предлагается, значит, чтобы каждый из участников кружка нашего припомнил или рассказал случаи, в которых Бог помог ему при искушении сохранить себя. Вот. у кого есть желание рассказать о том, как сатана испытывал и как именно Бог помог в этих испытаниях сохранить себя в чистоте. Пожалуйста, вам слово. что-то никто не желает поделиться такой радостной вестью. Ну, я вот могу немного сказать. Пожалуйста. У меня когда в самом начале еще вот насчет бороды получилось так, я понял, что бриться это грех, то есть нельзя. И перестал бриться, ну и борода начала расти. Выхожу из дома как-то день, то есть может быть, я не знаю, может быть, месяц прошел после того, как я это понял, может быть, даже меньше. И вдруг совсем незнакомые мужчины возле автомобиля стояли, я даже их вообще не знаю, они меня тоже не знают. И вдруг говорят, о, ты что мусульманин? Я говорю, нет, я христианин. Тебе борода не нужна, не носи. это мусульмане носят, а у нас так не принято, мол. Ну и под шофе оба были. Я что-то им еще ответил, уже сейчас не помню, ну и пошел дальше. То есть, ну и сейчас точно не помню, но скорее всего я про себя молился Богу и был твердо уверен, что они меня не смогут переубедить. То есть, это внешние мнения, которые вот как бы могут повлиять на человека, но в тот момент у меня твердая уверенность была, что ну они говорят неправильно и мне нужно вот свой, как говорится, путь держать. Ну а почему ты уверен в том, что вот христиане должны носить бороду? На чем эта уверенность основана? Ну уверенность основана на том, что так сотворил Господь, действительно, то есть если если уж она растет, значит она должна расти, как говорится. Ну и то, что Игнатий Тихонович вот объясняет, что на иконах все с бородами святые. как вот тоже я наталкивался, Герман Стерлигов тоже объясняет, Игнатий Тихонович не нравится, но тем не менее как бы он тоже правильные вещи говорит именно в этом направлении. То есть мужчина, он прежде всего как бы отличается от женщины, если же он сбривает бороду, ну получается так логически, что он больше похож на женщину, а это уже как бы противостание Богу творению Божьим. Я тоже могу рассказать, Сергей Павлович. Пожалуйста. Шла я в церковь в длинной юбке, лето было в двух платках, догоняет меня еретик и начинает с того, что ты почему так одета, людей отпугиваешь своим внешним видом, мы наоборот должны привлекать. вот у меня вначале внутри как-то восстало, я даже не поняла, не могла назвать, что это за грех поначалу, а потом в церковь пришла, вечерняя была, помолилась, все успокоилось, начала уже за него молиться и продолжила дома еще. утром иду точно так же одетая через дорогу перехожу, он мне в спину кричит, сестра, я оборачиваюсь, никого нет, он из магазина выходит, я, говорит, всю ночь не спал, ты прости меня, мне совесть мучила, вот такой случай со мной был. Так, ну еще кто желающие? Ну, в поезд здесь ехала, там один приставал, я ему крест показала, он говорит, и сразу отстал от меня человек. Так, это было давно, давно, еще тогда еще все это. Еще желающий, пожалуйста, рассказать о том, как именно Господь помог устоять в этих выскушениях, когда сатана через людей кусался. Ну, или сам, как он нападает. Я уже рассказывал про крест, как крестом Господь избавил его, ну, перекрещивал и он исчез. Он нападал большой, 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 как кинком, на него наложил, крестом уменьшился, уменьшился, ну, с каждым крестом уменьшался. А то уже так, ну, уже физически, да, за руку клац меня, ну, я хотел крест наложить, он за руку цап, ну, не дает крест наложить. Я сразу вспомнил уже, что у него сила такая, что если бы ему Господь позволил, он бы одним мизинцем землю перевернул. Ну, хотел попробовать, думаю, как раз можно попробовать. Но мне показалось, он даже не напрягался, мне раз и руку заломал. Потом думаю, стоп, это молитва, то есть ртом молиться. Только он глаз рот закрыл, не дает. Вот он думает, так, мысленно. Только мысленно хотел это молиться, а он так вот это, как компрессор на улице включает, что-то летит и пыль, там, они чистят улицу компрессорами, там, пыль, листья летят. Вот это так в голове буквы все летят, то есть не может их скрипить до кучи. Но самое главное их не бояться. Потом я успокоился, я встал, походил, потом опять прилег, потом опять. Но это нападение, но я это же доспал. Вы уже рассказывали эту историю, благодарим. Еще нет, не рассказывал я, я рассказывал про крест. Повторяйте сюжет, это не рассказывал. Потом на это, я же конец это же говорю. Раз он подходит, опять, да воскреснет Бог. Начал говорить, да воскреснет Бог. Он раз, да воскреснет Бог, да воскреснет Бог, и ушел. Все, аминь. Я хочу тоже немного рассказать. После того, как мы приняли крещение, пришли в свой приход, в свою, так сказать, церковь, у нас там был коллектив, батюшка с матушкой, все богослужения проходили, а мы пели на клиросе, вот, и тут матушка сильно на нас восстала, за наши платки, ну, и мы тоже стали просить, давайте будем изучать священник пенсания, много говорили про платки, вот, это никому не нравилось, и потом нас решили вообще, ну, из храма перевести в другой как бы приход, дали нам понять, вы туда переходите, вот, но мы были спокойны, а вот дочка, которая была некрещеная, она так сильно плакала, она так отчаялась, такая истерика была, а мы спокойны и радостны, у нас было на душе, спокойно, мы спокойно спали, мы знали, что мы ни в чем не виноваты, вот так вот Господь успокаивал нас, хотя были такие сильные искушения. Геннадий Тихонович, хотелось бы от вас услышать, припомните случаи из вашей жизни, которых Бог помогал при искушении сохранить себя, наиболее такие запоминающиеся моменты в вашей жизни, конечно, у вас их много, хотя бы один какой-то яркий. я скажу, вот так говорили, когда защиты не искали в Слове Божьем, вот это упущение, Господь-то отразил атаку, и он больше никогда не появился, а тут они вас прогоняют, атака, сатана, вот мы ездили в поездку, и там у одних остановились, Суворовы, а у них отец, ему сейчас где-то 90-х чем-то лет, пожилой, низенький ростом, церковный человек, Николай Павлович Суворов, и он рассказывает такой случай, шел в храм, и в это время хозяева то ли не посмотрели, и выскочил док, огромная собака, просто огромная, но он бросился на него, он руку-то защищать, протянул руку-то, а пес у него руку схватил, и вся кисть во рту оказалась, а я, говорит, в это время как будто даже не больно, я внутри его, говорит, так пальцы-то сложил, как крестное знамение-то, и Иисусу молитву прочитал, и внутри пасти собаки крестное знамение совершил, как завизжала собака, как рванулась, говорит, там чуть лоб не разбило об забора, она как ослепла, ну и вот я, говорит, ну руку там немного там покорябало, дело в том, что защита от Бога, я вспоминаю, случай был в 86-м году, я нахожусь там в 112-й камере, еще под следствием, а на мне хочется свидетельствовать, а как свидетельствовать-то, в камере-то все знают, а мне охота шире, ну у меня бумага есть, ручка, я давай писать кратко, что грехопадение, дальше как обетование Божие, ну и так на одной страничке умещаются-то, ну а что я пишу-то, да, почти печатными буквами, а как передать-то в другие камеры-то, тоже связи-то нету, но нас выводят каждый день на прогулку, если погода хорошая, это так положено, на день-час, а когда выводят, то там, где в этой камере, это, ну, тоже там комната без крыши, над тобой решетки только натянуты, крупные решетки, а по стене выше, а там уже метр три она высотой, там ходит часовой и смотрит, как там люди себя ведут, иногда с собой какую-то тряпку принесут, люди в футболы играют или что-то, а по штукатуре называется подшубу, шубу, это вот как вся стена, вот такими, как с кулак, набросана и застыла, чтобы не писали друг друга ничего, а как ты напишешь-то, там она, даже эта шишка и та свараба-то еще нет, а между с ними-то бывает где-то щелочка, мне как раз это и надо, я эти бумажки-то свернул, думаю, все равно они ходят, кто-то заметит, и туда в щелочке-то натолкал, я не знаю, сколько, семь или сколько таких благовестнических лесков-то, от руки написанных-то, ну, проходит немного времени, мне кажется, день прошел, меня вызывает рор, Клименко Анатолий Иванович, подполковник-то, а у него на столе уже пять штук лежит, уже охранники все нашли, ну, а кого искать-то, на всю тюрьму я один такой, а то ваша работа, я смотрю, листики-то мои, говорю, вот, конечно, вы что делаете, вас посадили, а вы опять за прежнее, я говорю, а меня за это никто и не садил, советская власть, молиться не мешала, меня посадили за то, что я издательской деятельностью занимался, а я тут ничего не издаю, да вы что думаете, я слышал, вы говорите стихотворение, вот, Христос воскрес, своя истину воскрес, не звергла Рим, пойдет КПСС, а он коммунист, ему до того это не понравилось, что пойдет КПСС-то, да мы вас тут сгноим, мы вас тут, я поставил, гражданин начальник, можно сказать, сказать, я говорю, это написано в Библии, что всякая власть кончится, после всех победителей победит Христос, великая блудница, Москва сгорит, откровение 17-18 главы, он так на меня воззрелся, да что это, так прям так и написано, я говорю, так и написано, сгорит эта великая блудница, вином любодеяния напоившегося народа, он посидел на меня, посмотрел, ну если Библия написана, наверное так и будет, то есть я уперся на Писание, и с меня вина эта снялась, я пошел, но бумажки мои он не отдал, вот каждый раз, когда какое-то искушение, ты припомни подходящее место Писания, вот тогда у тебя полная завершающая победа, написано, и не шагу назад, сектор, там коммунист, не важно кто, чтобы мысль высветил один стих, решительный стих, и все, какое бы обвинение не было, стих, я когда уже в суде, я был, я на все парировал Священным Писанием, а там были мне, мне уже рассказывают, там ползала сидели, юридический факультет, а они говорят, этого старика, говорит, мне осудить, говорит, осудить-то осудят, но несправедливо, он говорит, говорит, а ему ответить еще не могут, они Писание-то ваше не знают, вот такое у меня было. Да, Игнатий Тихонович, вы как никто знаете, как мы были, как нас гнали, и поэтому у нас всегда было в уме, вот что Христос сказал, гнали меня, будут гнать вас, это нас гнает, и всякие желающие жить благочестиво будут гонимы, и мы на это уповали, и у нас всегда, мы всегда были радостные, веселые, и не как-то. Ему надо было, это, по очкам-то, показать, где вершина. Да. И когда ты ему так ответишь, он еще не может ответить, а когда от нас они слышат много, они начинают перенимать. У нас настоятель здесь, но он очень важный был, таких три, говорит, на всю страну было, он больше власти минус, чем епископ, полностью все продал, продал советской власти, ну, из Белоруссии, Войтович фамилия. Ну, а я там, как-то зайду, что-то мне надо-то, и обязательно я ему какие-то места. Они все удивлялись, что я знаю, Писание, там, то другое, но дело-то не в этом. Их-то никак не отобьешь. Я говорю, вы надо жить-то духовно, не по плоти, а по духу. Что же вы все-таки, деньги продашь, и прочее-то. А он что, Писание-то не знает, вышел и говорит, решил меня, как говорится, гвоздануть. У нас люди такие появились, говорят, что жить надо по духу, братья и сестры. Да кто это, когда жил по духу? Он зашел, когда в алтарь, а там два священника молодых, они ко мне тайно ночью приходили, как Никодим, ну, наши, своих людей внедрили туда. Они ему говорят, отец Николай, да как написано? Как написано? Ну, жить не по плоти, а по духу. Павел говорит, по сани галатам. Да вы что? Они же архиерею накапают на меня. Вот это мы узнали. Писание надо знать. И притом мгновенно отреагировать. Что бы ни было у тебя, любое, вот маленький случай расскажу, кто может и знает. Я это, из давней истории. Во Франции было. Поймали разбойника, как щекотило такой. Страшный разбойник, макой. Но его в отдельной камере, цепи с него не снимают, на ногах и на руках. Ему подают, к нему нельзя подойти. Он может этими оковами на руках убить любого. Но в решетку-то он видит, еще и на мордик-то они придумали это. Такое, чтобы в угольнике закрывали, воздух проходил, а видеть нельзя. И он видит, там женщина проходит. Маленько, погодя, звучит ключ там и открыла дверь. И женщина молодая, высокая такая, стройная, вошла к нему. Она постояла маленько, макой. А почему вы не приглашаете сесть на на вашу шконку-то, на кровать-то? Он говорит, еще ни один человек не решался сесть. То есть мозги сразу размажу по стенке-то. Он говорит, с вашего разрешения я могу сесть? Он опешил. Кто такая? Она подошла и села. А он говорит, а я знаю, кто вы. И кто же я? Она говорит, дочь губернатора. Ты занимаешься миссионерской деятельностью. Ты пришла ко мне с Библией, чтобы показать, что в Библии все относится к нам. Вы лжете. Этого нет. А вы хотите проверить? Макой. Вот. У меня Библия, правильно. Все, я дочь губернатора. Ну, откройте в любом месте. Это я вам докажу, что это к вам относится. У него руки задрожали. Он открывает и первая страница. Вначале сотворил Бог небо и земли. Зима же была бельзина и пустая тьма надбежная. Дух Божий носился над водой. Хватит. Докажи, что это ко мне. Она говорит, землей названа не только та земля, участок квадратик, который ты видишь через решетку, а который ты смертельно тоскуешь. Вот разоключенных выводят, они прогуливаются, а тебе нет ухода туда. Землей называется сердце человека. Вышел сеять и сеять. Иной упал на такую почву и то другое. Ваша душа как океан. и над ней сегодня веет Дух Божий. И Дух Божий носился над водой. Дух Божий призывает вас смириться, попросить у Бога прощения. И ваша жизнь здесь облегчится. Вам это не поможет. Вы не выйдете, но может что-то измениться. И она не ожидала. Гремя цепями он упал на колени и зарыдал. Он созрел для этого момента. Пришел момент и с него цепи сняли. Сколько там он сидел без цепей. А потом ему разрешили с заключенными разговаривать. Там через решетку или как. Говорить о Боге. Вот как. Поэтому мы должны опираться на священное писание. Дух Божий носился над водой. Это над твоей водой, над твоей душой, которая жаждет слезной молитвы. У тебя нет ее. Тут нельзя говорить даже. Вот так. Спаси Христос. Слава Господу. Еще желающие есть высказаться? Сейчас у нас прошел. Если у кого-то есть вопросы, когда я тебе хочу, пожалуйста, задавайте. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Здравствуйте. можно вопросы? Вот у меня сейчас такое, да, я вот читаю Евангелие, но как обычную книгу. У меня раньше такого не было. Я читал Евангелие, оно меня как бы побуждало, вдохновляло, а сейчас такого нет. Я вот хотел вот к вам вопрос этот задать. А почему? В какой связи? Так а зачем оно вам нужно, когда вы живете своей волей? Все время вы думаете, что бороду избрил. Вы советовались, я вам сказал тогда, даже можно было пойти в военные части. Что-то там опять помешало. Еще было, еще раз. Ну, нельзя так. Сегодня мне не нравится, я не буду. Толкованием считать не буду. Бог отнимет все, и разум отнимет. Вы играете жизнь своей. идею. Все, почему? Мы с вами давно знакомы, и вы ни с места не сдвигаетесь, только хуже делаетесь. Нельзя так жить. Ты один раз услышал о Христе. Если Господь есть Бог, ему служите. Вау, значит, ему служите. Или я прямо поставил. Долго ли хромать на оба колена? Ну, нельзя так. Каждый раз что-то, ну, не мужчина. Так, кмелая какая-то трухлявая бабка. А тебя сколько пользы может быть? Иди благовесту, не сиди. Посмотри, тут Роман Николаевич у нас как, я не знаю, здесь нет он. Он все время говорит о благовестии. Свяжись с ним. Пойди к людям, возвести им. Такой кружок прямо благовестический. Вот не годится это. Иван говорит, тебе не нравится? Да тогда что тебе говорит-то? Какое чувство? Ты вери этому? Объяви пост, который расширится, говорит, вебку в это, в окошко не влазит. Беда просто. У меня уж сегодня не один, а какой-то у меня уныние. Тебя драть надо, уныния не будет. Какое уныние? Когда мужчины ушли все на фронт, остались одни женщины здесь с ребятишками. Одни, на полях. И трактористами всем стали. Все для победы. Почему у них уныния не было? Великая цель была, победа. А здесь спасти душу свою. У меня уныние, Евангелие не нравится. Ангелие не стет, вечный Евангелие, а ты стоишь, горбатишься перед своими страстями. Он затеет, то жениться, то глупости всякие. Христос при дверях уже. Он в дверь стущит, а мне не нравится, как он защищает. Он выломает двери-то, когда уже смерть наступит. Я вот просто могу сказать, мы не знаем, что, как будет, как отразится слово. Встал на молитву, помолился, читаю, читаю, пересчитываю, это Господь мне говорит. Вот в последнее время на меня навалился там один, Синицкий, фамилия его, Александр. Но ты даже не выскажешь, какой хам, какой безбожник. И он на всех нападает и нападает и нападает. И напал на Яна Златоуста. Все биографии его извращают. Ну, тут я никак не мог молчать. Златоуст умер. Он не может за себя заступиться. Это мой любимец. Но я ему сказал, ты кто такой? А он был когда-то у Харизматова, больше ничего не известно. И там он языки считает нормально. Церковь православная там, секта, ну, Буровит, но многое неизвестно. Я вам скину сейчас. Когда здесь мы были, это в субботу было. Ну, и у меня потерялись щетки. Потерялись, и все. Последний раз молился ночью и утром помолился. Я знаю, что я зашел в эту комнату, были щетки в руках. Затопил печку. Щеток нету. Все перевернули. На несколько раз. И, ну, все, и нигде нету. И Володя залез погреб. А котенок играет. Может быть, туда скинул бы, куда они залазят-то, оправляться-то. Ну, а там понес ее дальше. А он сколько раз у меня стаскивал. Ну, Володя залез, лопата нет, вылазят, а тут батюшка. И я рассказываю, как на меня нападает этот Синицкий. Он уже два ролика поставил. Третий. И вращает все. Все абсолютно там. Ну, сатана просто. Бог разве с человеческом-то. И я батюшке это говорю. Помолиться надо, чтобы он не погиб в этом состоянии, иначе Бог убьет его. И все. Я не думал, что этот ролик попадет ему. А у него большая команда. Там платят деньги. Теперь все это узнали. Нанятые масонами. Он сам масон. У них задача найти лучшего христианина и убить. И вот он на меня ринулся. И это просчитали. И он теперь раз... Может, 10 роликов будет. И вот этот ролик попал в миссионерский отдел Новосибирска. Как мне сказали. Там Ирине Ильонского. И они такой ролик составили. По всему интернету узнали, кто он такой. 1972 года рождения. Дважды судимый. Первый раз за разбой. А второй раз у бабки попросил хлеба. Она его видела как-то. Она открыла ему. Он ее по голове шип. Ей 60 с лишним лет и изнасиловал ее. И дальше еще с ним было. И как и в армии. Все вскрыли. Вот этот ролик я вам скину. Как он составлен это. А может, этого не было. Ну, как не было, когда документы... Он давайте теперь добились. Он показывает паспорт, трудовую. Сам он показывает. Его шевельдили. 10 лет нигде не работает. Нигде. А только составляет. Ему на кого указание дано. И представь, у меня 14 тысяч 100 роликов. 14 тысяч 100 роликов. Кажется, кто-то показывает уже. Но если кто-то даст, я могу и не давать. И вот маленький вот этот рассказ. Сейчас батюшка, он стоит у дверей. И какую роль сыграл? Они говорят, а с чего мы сейчас такое решили? И говорят, вот такой-то есть старец. Столько-то лет, он столько-то пользы принес. Люди там пришли. И на него он сейчас ополчился. И теперь они начинают его по косточкам разбирать. Я даже этого не ожидал и не знал. И между делом из-за Володи вытаскивает. Из погреба вылазит. А я батюшке сказал, какое состояние. Так, мельком. И такую силу поимели эти слова. Почему? Может, потому что стоял рядом священник. Может быть, мера беззакония достигла и уже через край полилось. Если никто не имеет это, я вам скину всё. До конца посмотрите. Вот так. Так, Серёжа, там написано, если вопросов-то нет, про инквизитора-то начинай. Так. Я вот у вас хотел спросить, но вот она, эта пятая глава, Великий инквизитор. Что, прям с самого начала начинайте её читать? Просчитай всё полностью. Я думаю, надо просчитать, потому что это очень полезно. Ну, она не маленькая. Ну, давайте. Некоторые люди считали. А потом, каждому скажу, что посмотрели Великий инквизитор, я никогда не думал, что это можно как-то заснять. Но, однако, Михаил Ульянов заснял. Его засняли. Это вообще шедевр. Он в роли антихриста является, и как его принимают люди. Это Достоевский написал. Тут вообще. Вот Иван Карамазов, братья Карамазов, это отдельная глава. Я уж её засчитал до дыр. Много лет. Каждый раз обращаюсь и нахожу всё новое. Это откровение, это пророк. Я говорил, кто может читать. Можно спросить у вас, Игнатий Тихонович? Никиты нету здесь, в Колесниково? Нету. Я думаю, Вячеслава Баткачёва получилось. Тут Рахиль ещё хотел о вас спросить что-то. Громче, Рахиль, спрашивай. Вот за сыгранную роль, вот такую, грех не будет ли? Ульянов снял такую роль, сыграл страшную. Рахиль задаёт вопрос, что вот Ульянов такую страшную роль сыграл, греха ему не будет. Он же понимал, что это плохо. Он ушёл в эту сторону. Всё. Если он эту роль играл, то это меньше греха, чем мы, когда на литургии стоим. И же херувимы поём. То есть мы, стоящие здесь, прообразуем херувимов. Да какие мы херувимы-то? Об нас можно сказать так, что и перевернёт всё. А вот он сыграл роль, может быть, и роли-то немного, а его жизнь такая. Вот что может быть. Он председателя играет, этого Орловского. Кто, если не знает, это герой Советского Союза, герой социалистического труда. Биографию. Зарядите где-то Орловский. И фильм поставленный. У Сталина выпросил денег. Это вообще не виданное дело. Написал, и Сталин ответил ему. Дали денег. Разруха. Колхоз, ни коров, ничего нету. И он сделал первым миллионером в Советском Союзе. Первым. Вот какие люди у нас были. Рядом были. Но он коммунист. Но однако. И фильм так и называется «Председатель». Там председатель Гея играет Нона Мордюкова. А здесь именно другое. А про другое. Он линию фронта бесчётно раз переходил. И когда-то было там где-то узнало на охоту выехали немцы. Он успел туда залёг. И убили там сразу немецких два генерала. И сколько где было. Граната в руке у него взорвалась. Оторвало там кисть. А другой пальцы. Палец там. Ну и вот там всё-таки на большую землю увезли. И далее, и далее. Вот такое дело. И такой человек редкий. Михаил Ульянов его играет. Ну и играет здорово. Вячеслав, ну что, давай начинай читать. Могу попробовать. Но я считаю, что я не очень хорошо читаю. Поэтому если... Вячеслав, благословит тебя Господь. Доверься Ему. Ну если что, вы меня остановите тогда. Может найдётся кто получше. Я просто попробую. Я не готовился, не читал. Поэтому вот тут без подготовки как бы у меня получится. Ведь вот и тут без предисловия невозможно. То есть без литературного предисловия. Тьфу. Засмеялся Иван. А какой уж я сочинитель. Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии. А тогда... Тебе, впрочем, это должно быть известно ещё из классов. Тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данте не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда всё это было очень простодушно. В Нотр-Дам-де-Пари у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина в Париже при Людовике XI в зале ратуши даётся назидательное и даровое представление народу под названием Лебон, Жуджимент, Делятре, Санте, Эдграсс... Ну, в общем, сами прочитайте, извините, я уже по-французски не могу. Где и является она сама лично и произносит свой Бон-Джуджимент. У нас в Москве в Депортовскую старину такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам. Но кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и стихов, в которых действовали по надобности и святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм. Да ещё когда... да ещё когда... в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка, конечно, с греческого. «Хождение Богородицы по мукам». С картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад и руководит её по мукам Архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один призанимательный разряд грешников в Горящем озере, который из них погружается в это озеро так, что уж и выплыть боли не могут. То тех уже забывает Бог, выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот поражённая и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем в Аде помилования, всем, которых она видела там безразличия. Разговор её с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит. И когда Бог указывает ей на прогвождённые руки и ноги её сына и спрашивает, как я прощу его мучителей, то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с ней и молить о помиловании всех безразбора. Поднимите чуть-чуть повыше, Сергей. Поднимите, пожалуйста. Где там? Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицы на дня. А грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему. Прав ты, Господи, что так судил. Ну вот и моя поэмка была в том же роде, если бы явилась в то время. У меня на сцене является он. Правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царстве своём. Пятнадцать веков, как пророк его написал, «Сегальду скоро». «О дне же сем и часе не знает, даже и сын, ток мы лишь Отец мой Небесный, как излёг он и сам ещё на земле». Но человечество ждёт его с прежнюю верой и с прежним умилением. Он с большую даже верою, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с Небес человеку. Верь тому, что сердце скажет. Нет, нет залогов от Небес. И только одна лишь вера, сказанная сердцем. Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления. К иным праведникам по жизнеописаниям их сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в праведности этих чудес. Как раз явилась тогда на севере в Германии страшная новая ересь. Огромная звезда, подобная светильнику, то есть церкви, пала на источники вод и стали... А они горьки. Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламени верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему. Ждут его, любят его, надеются на него. Жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде. И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем. Поднимите, пожалуйста. Бог Господи, Бог Господи, явися нам. Столько веков взывало к нему, что он в неизмеримом сострадании своем возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их житиях. У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду своих слов, известил, что удрученный ножей крестной всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Что непременно и было так, это я тебе скажу. Это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновение к народу, к мучающемуся, страдающему, смрадно грешному, но младенчески любящему его народу. Действия у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время Инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и в великолепных автодофе сжигали злых еретиков. О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он по обещанию своему. В конце времен, во всей славе небесной, и которая будет внезапно, как молния, блистающая от востока до запада. Нет, он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих, и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию, он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года, между людьми 15 веков назад. Он снисходит на стогны жаркие южного города, как раз в котором всего лишь накануне в великолепном автодофе в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам при многочисленном населении всей Севилии была сожжена кардиналом-великим инквизитором разом чуть не целой сотней еретиков от мажорем, от мажорем, от мажорем, глорем деи. Он появился тихо, незаметно, и вот все странно это, и вот все странно это узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце. Лучи света, просвещения и силы текут из очей его, и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответную любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет, «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю». И вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и выпьют ему, «Асанна, это он, это сам он», — повторяет все. «Это должен быть он, это никто, как он». Он останавливается на паприце Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик. В нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твои дитя», — кричат из толпы плачущие матери. Вышедший навстречу гроба соборный паттер смотрит в недоумении и хмульт брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его. «Если это ты, то воскреси, дитя мое!» — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается. Гробик опускает на паперть к ногам его. Он глядит со страданием и уста его тихо и еще раз произносит «Талифа куми» и восста девица. Девочка подымается во гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежит в гробу. В народе смятения, крики, рыдания. И вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал Великий Инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры. Нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой, монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его, и священная стража. Он останавливается. Эхо пошло. Кто-то микрофон выключите, пожалуйста. Считай дальше. А я не вижу текста. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его, и священная стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел. Он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот такова его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментальна. Вся как один человек склоняется головами до земли предстарцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и бездыханная севильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор со светильником в руке, медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему, «Это ты?» «Ты?» Но не получая ответа, быстро прибавляет, «Не отвечай, молчи». «Да что бы ты мог сказать?» «Я слишком знаю, что ты скажешь». «Да ты и право не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде». «Зачем же ты пришел нам мешать?» «Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра?» «Я не знаю, кто ты и зачем, и знать не хочу, ты ли это, или только подобие его. Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мгновению бросится подгребать к твоему костру уголь. Знаешь ты это?» «Да ты, может быть, это знаешь», прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. «Я не совсем понимаю, Иван, что это такое?» улыбнулся все время молча, слушавший Алеша. «Прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика? Какое-нибудь невозможное кипро... кипро... кё?» «Прими хоть последнее», рассмеялся Иван. «Если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического, хочешь кипро... кё?» «То пусть так и будет». Оно правда... Оно правда... рассмеялся он опять. Старику 90 лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своей наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение 90-летнего старика пред смертью, да ещё разгорячённого вчерашним автодафе во сто сожжённых еретиков. Но не всё ли равно нам с тобой, что куи-про-кво, что безбрежная фантазия. Тут дело только в том, что старику надо высказаться, что, наконец, за все 90 лет он высказывается и говорит вслух то, о чём все 90 лет молчал. А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова? Да так и должно быть во всех случаях, опять засмеялся Иван. Сам старик замечает, что он и право не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению, по крайней мере. Всё, дескать, передано тобой и папе, и всё стало быть теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере. В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты, по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришёл?» спрашивает его мой старик. И сам отвечает ему за него, «Нет, не имеешь», чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Всё, что ты вдовь возвестишь, посигнёт на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего ещё тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил, «Хочу сделать вас свободными?» Но вот ты теперь, но вот ты теперь увидел этих свободных людей, прибавляет вдруг старик со вздумчивой усмешкой, вздумчивой усмешкой. «Да, это дело нам дорого стоило», продолжает он, смотря на него, «но мы докончили наконец это дело во имя твоё. Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко». «Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удоставишь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили её к ногам нашим. Но это сделали мы. А того ли ты желал? Такой ли «Я опять не понимаю», прервала Лёша. «Он иронизирует, смеётся? Немало. Он именно ставит заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ибо теперь только», то есть он конечно говорит про инквизицию, «стало возможным помыслить первый раз о счастье людей». Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми? «Тебя предупреждали», говорит он ему, «ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, который можно было устроить людей счастливыми, но к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать? А что значит не имел недостатка в предупреждении и указании, спросил Алеша? А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать. Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, продолжает старик. Великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что будто бы искушал тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо искушениями? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершенно настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений, именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить лишь для пробы и для примера, что эти три вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах, и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных, правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов, и задать им задачу. Придумайте, сочините три вопроса, на которые, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне. Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплено в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо. Но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. Реши же сам, кто был прав. Ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос. Хоть и не буквально, но смысл его тот. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимые свободы. А видишь ли сие камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобою побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобой, и победит тебя? И все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси. Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество проразгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые воздвигнут против тебя, и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнутся новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и это не достроится, как и прежняя. Но все же ты мог бы избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же придут они, промучившись тысячи лет со своей башней. Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах скрывающихся, ибо мы будем вновь гонимы и мучимы, найдут нас и возопьют к нам, накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси его не дали. И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжом, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя, никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам, лучше поработите нас, но накормите нас. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимны, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою, убедятся тоже, убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? Если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные как персок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материальным для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые, они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне. И вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе. Это перед кем преклониться? Нет заботы беспрерывней и мучительней для человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг другом и чем? Они созидали богов и взывали друг к другу. Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим. И так будет до скончания мира. Даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги, все равно падут пред идолами. Все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать это основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобой бесспорно. Знамя хлеба земного и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы. Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительней, как найти того, кому бы передать скорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить, и скорее истребить себя, чем останется на земле. Хотя бы кругом его все были хлебы. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увеличил ее еще больше? Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда ты взял ее, что есть необычального, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил, как бы и не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями, душевное царство человека во веки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прещенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их смятений и мучений более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом сам ты и положил основание к разрушению своего же царства, и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе, есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Это силы, эти силы чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому, когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал, если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то вер здесь вниз, ибо сказано про того, что ангела подхватят и понесут его, и упадет, и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего. Но ты, выслушав, отверг предложение, и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это, они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение бросится вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо, и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся на то, что следует тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. и так как человек оставаться без чуда не в силах, то он осоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел с креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя, сойди со креста и уверуй, что это ты. Ты не сошел, потому что опять-таки не захотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной, жаждал свободной любви, а не рабских восторгов, невольника предмогуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но ты и тут судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. А здесь и суди. Вот прошло пятнадцать веков, пойди, посмотри на них, кого ты вознес до себя. Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Можешь ли, может ли он исполнит что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал. И это кто же? Тот, который возлюбил его более самого себя. Уважая его менее, менее бы от него и потребовал. А это было бы ближе к любви, и легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, сбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторг ребятишек. Он будет дорого стоить им. Они не спровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии. И сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульством, и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей, после того, как ты столь претерпел за свободу их. Великий пророк твой в видении и воносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения, и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и ногой пустыни, питаясь акридами и коленями. И уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвой их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? «Да не уж ты впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных?» Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так. Скажи, неужели мы не любили человечество, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения. Чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? то, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть ты именно хочешь услышать секундочку подожди. Время уже 7 часов 19. Давайте помолимся, потом продолжим. Достойно есть якало истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, безыстрения Богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Микрофон не включен у вас. Господи, слава тебе! Ты благословил нас и предупредил, что будет время, когда постараются свергнуть твоего владыщества и прельстить, если возможно, избранных. Воздай милостями этому Феодору, потрудившемуся для нас, открывающему эту истину, упакуя в обителях небесных, а нас научи бодрствовать над тем, что ты даровал нам как достояние душу, свободу, слово Божие, и ни в чем не огорчать Тебя, Господи. Тебя слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok